Здравствуйте! В эфире программа «Деловая неделя». Здесь мы подводим итоги минувшей пятидневки и обсуждаем основные события политики, экономики и бизнеса региона и города. Сегодня в программе. Большая вода пришла на неделю в Челябинскую область. Были подтоплены частные дома, размыты дороги в разных населенных пунктах региона. 33 тысячи объектов недвижимости рискуют стать безхозяйными. В Магнитогорске продолжают выявлять правообладатели ранее учтенных объектов. Оригинальный арт-квартал и уникальный фонтан на территории притяжения активно идет строительство третьей очереди. Начнем с главной темы последней недели, на которой Южный Урал захватила большая вода. Затопленными из-за паводка оказались десятки домов по всему региону. Сегодня паводковая обстановка на Южном Урале, по сведениям главного управления МЧС по Челябинской области, постепенно стабилизируется. На контроле остается ситуация в поселках Кизильское, Париж и поселке Божово. Также на контроле 9 мест перелива воды через автомобильные дороги. Нарушено сообщение с четырьмя населенными пунктами – поселками Александровский, Копаловский, Новый и Западной частью поселка Рымникский. Для жителей организована доставка продуктов питания, питьевой воды и жизнедеятельность там не нарушена. По данным ведомства, режим чрезвычайной ситуации действует на территории Кизильского, Верхнеуральского, Чебаркульского и Нагайбакского районов Южноуральского городского округа. На неделе мы побывали в селе Парижно-Гайбакского района, где сосредоточена группировка сил и средств для ликвидации паводка. Такого потопа в Париже не было с 2013 года, вспоминают жители. Дом Геннадия Батраева – один из 44, которые стоят в воде. Чтобы войти во двор, надо надеть рыбацкие сапоги. Вода на уровне метра, а несколько дней назад была еще выше и заходила на крыльцо. Техника в воде. Из потопа пришлось вызволять гусей. Собачью будку тоже затопило. Теперь пес охраняет двор с крыши сарая. Геннадий Павлович показывает дом. Вода попала в некоторые комнаты, а погреб до сих пор напоминает колодец. Дом в плохом состоянии. Фундамент затопило. Где-то неделю стоит уже вода. Неделю не заходили домой вообще. А позвечера только пришли домой ночевать. Дети дома нет еще. Вообще и ремонт нужен? Конечно. Что там нужно делать? Фундамент, полы менять надо. Лену не разбирать. Все надо обратно. По словам жителей, уровень воды в домах был небольшой – 3-5 сантиметров. Сейчас вода ушла из жилищ. Затоплены только приусадебные участки. Несколько дней в Париже продолжается ликвидация паводка. За прошедшие сутки уровень воды на территории села упал на 14 сантиметров. За последние трое суток – на 37. На данный момент у нас находится подтоплено 44 придомовые территории. На месте сосредоточена группировка сил и средств для ликвидации паводка. Очень хорошо здесь работает Уральский учебно-спасательный центр МЧС России. Также работает пожарная автоцистерна с Магнитогорского гарнизона, с Ногайбакского района. И местная противопожарная служба тоже подключается к этой работе. Вот мы видим, сегодня идет перекачка воды с приусадебных участков. А так выглядит дорога Фершампенуаз-Париж. Часть участка размыла, движение полностью перекрыто. Река Кызыл-Челик вышла из берегов. Две трубы, которые проходят под дорогой, при сильном паводке не обеспечивают пропускную способность. Именно поэтому дома подтапливают каждую весну, даже если паводок совсем небольшой, считают жители. Сегодня глава района отправился в Челябинск, в Министерство дорожного строительства, чтобы решить вопрос по возведению нового моста. Пока же в селе с прошлой пятницы, когда началось подтопление и возникла угроза попадания сточных вод в систему водоснабжения, нет питьевой воды. И поэтому было принято решение перевести на дистанционное обучение. Получается, что третий день наши ребята находятся на дистанционном обучении. В нашей школе был организован пункт временного размещения. Все у нас было готово, приготовлено, но желающих не было переселиться в этот пункт временного размещения. Сейчас в здании школы размещен штаб МЧС. Питьевую воду подвозят цистернами и развозят по домам. По словам заместителя министра общественной безопасности правительства Челябинской области Валерия Устинова, сегодня в регионе подтопленными остаются 78 приусадебных участков в Париже, а также в Кизильском, Южноуральске и Бредах. У нас и Варнинский район, и Пластовский район. Верхняя кабанка была ситуация, где прорвало дамбу, и наши силы быстро были сосредоточены. Я туда выехал. Там волна пошла полтора-два метра. Люди успели забраться на крыши, и мы их плавсредствами совместно с нашими спасателями сняли с крыши, всех эвакуировали. Там порядка девяти домов ситуация была вот таким образом. Сегодня, говорят специалисты, ситуация стабилизируется. Паводок на Южном Урале пошел на спад. Завершить все работы в Париже спасатели планируют через двое суток. Тема ликвидации последствий паводка стала одной из основных на областном совещании с членами правительства и главами муниципалитетов, которое провел губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В частности, глава региона отметил, что ситуация с паводком на юге области стабилизировалась. Начались выплаты пострадавшим жителям. На очереди восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры. Во вторник начали выплаты пострадавшим жителям. Нужно в ближайшее время завершить эту работу, оказать необходимую помощь людям и сразу приступить к восстановлению дорожной и коммунальной инфраструктуры. Спасибо всем, кто помогал справляться с паводком на юге региона. Хорошо отработали сотрудники МЧС, полиции, местные власти, коммунальные службы. Оно, что называется, не без шероховатости, но в целом ситуацию прошли достойно. Напомню, на этой неделе Магнитогорский металлургический комбинат и благотворительный фонд «Металлурка» отправили гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Орске. Десятки коробок с гуманитарной помощью. В них собрано все самое необходимое. Отдельно подушки, одеяло, комплекты постельного белья, жидкое мыло. У нас целый склад был полностью до потолка, да, и еще заняли два кабинета. Это вот весь объем был. Вот мы надеемся, что у нас все в машину в эту войдет. Большая вода в Орске и пошла на спад, однако ситуацию МЧС называет все еще сложной. В круглосуточном режиме работают спасатели, медики, полицейские. Напомним, из-за опаводка в Орске прорвало дамбу. В результате стихийного бедствия потопило сотни домов. Людей эвакуируют в пункты временного размещения. Неравнодушные жители Магнитогорска предлагают свою помощь. Магнитогорский металлургический комбинат и благотворительный фонд «Металлурк» не остались в стороне и собрали гуманитарную помощь пострадавшим от наводнениям жители Морска. Всегда Магнитогорский металлургический комбинат не проходит мимо беды, особенно беды наших близких соседей. Мы приняли решение оказать гуманитарную помощь. Средства первой необходимости. В первую очередь очень требуется вода. Сегодня днем пришла в Орск машина. 25 тонн воды, где-то 23 тысячи литров уже практически разгружено. И вот сегодня мы комплектуем еще один автомобиль средствами первой необходимости. Мы связывались с администрацией, с губернатором Оренбурга. От имени ММК писали письма. Туда нам, по сути, рассказали, что необходимо в первую очередь. Пятитонная фура с гуманитарной помощью в среду выехала из Магнитогорска и в четверг утром при Балаворск. От темы паводка к социальной дегазификации СНТ. Напомним, что президент предложил распространить действия социальной дегазификации на садовые некоммерческие товарищества. Надо приступить к подготовке, начинать инвентаризацию количества таких СНТ на своих территориях с точным учетом зарегистрированных домовладений по каждому товариществу. Ну и, собственно, отступать в контакт с газоснабжающими организациями. Понятно, там работы будут организованы и финансирование будет организовано, централизовано. Но подготовительную работу, мы эту работу в регионе должны начать и в этом году. Также на совещании обсудили тему миграционной политики. В частности, Текслер сказал, что ужесточения будут по всем направлениям. И по патентной работе, и по программе переселения соотечественников будет увеличено количество требований. Например, по этой программе смогут к нам приезжать только те, у кого есть высшее образование, чтобы резко сократить поток людей. К другим темам. Магнитогорский металлургический комбинат принимает участие в международной выставке литейного производства и металлургических технологий «ЛитМедЭкспо» «Литье и металлургия», которая начала свою работу в Минске. На стенде ПАО ММК представлен широкий спектр металлопродукции комбината. Горячекатанный, холоднокатанный, рулонный прокат. Сортовой прокат и прокат с покрытиями. Республика Беларусь является одним из ключевых внешнеторговых партнеров «Магнитки» в ближнем зарубежье. В 2023 году поставки металлопродукции в республику превысили 144 тысячи тонн, за год увеличившись почти на 12%. Среди металлопотребляющих предприятий Беларуси выделяются компании машиностроительного сектора, выпускающие автотранспорт и сельскохозяйственную технику. Для них интерес может представлять в первую очередь линейка высокопрочных и износостойких сталей «Магстронг». Эти импортозамещающие стали используются для изготовления и ремонта строительной, карьерной и прочей специальной техники, нагруженных металлоконструкций при производстве оборудования для переработки горных пород и проходки шахт, а также других видов высокотехнологичной продукции. Их применение позволяет существенно улучшить качественные характеристики, снизить вес изделий, дает значительный экономический и экологический эффект. По сравнению с рядовыми марками стали, выбросы парниковых газов уменьшаются в среднем на 30% в течение всего жизненного цикла продукции. На выставке «Литмед и Экспо» около 200 участников из Беларуси, России, Китая, Израиля, Кореи, Швеции, Турции, Италии и других стран представляют свое новое оборудование и материалы. Промышленные предприятия Челябинской области войдут во всероссийский кластер беспилотной авиации. Об этом стало известно в ходе визита заместителя генерального директора Фонда развития промышленности Республики Башкортостан в регион, сообщает пресс-служба Минпрома Челябинской области. Предприятия региона восполнят пробелы технологической цепочки, в которой уже работают производители Рязанской и Тульской областей, а также Республики Карелии. На Южном Урале работает 9 промышленных кластеров. С Башкортостаном, где создано 10 кластеров, много совместных интересов и точек пересечения. Минпром и Фонд развития промышленности Челябинской области сейчас ведут активную работу с предприятиями по созданию кластера по производству беспилотных летательных аппаратов. В Башкортостане такой кластер уже функционирует. Не вступил в права непродаж недвижимости. В Магнитогорске порядка 33 тысяч объектов в основном квартиры гаражей, чьи владельцы не зарегистрировали право собственности. В Магнитогорске продолжается большая совместная работа администрации города и Росреестра по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов. Теперь таким владельцам будут приносить уведомления. Об этом мы поговорим с Еленой Верховодовой, председателем Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Магнитогорска. Елена Геннадьевна, расскажите подробнее о тех уведомлениях, которые сейчас будут получать жители города. Кому их будут приносить? Давайте я немножко начну сначала. Напомню, что с декабря 2020 года состоялся 518-й федеральный закон, который называется как о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов. Проведена была большая работа по выявлению сотрудниками Росреестра тех объектов, которые поставлены на кадастровый учет, но на сегодняшний день правообладатели по ним не зарегистрировали свое право. На начало действия этого закона по городу Магнитогорску количество таких объектов составляло порядка 95 тысяч. На текущий момент была большая работа проведена совместно с сотрудниками Росреестра, администрации города. И на текущий момент у нас остается еще таких объектов, по которым подлежит выявлению правообладатель, порядка 33 тысяч. Наибольшее количество – это квартиры, порядка 7 тысяч, и гаражные кооперативы, то есть гаражи. Там порядка 9700 объектов. Поэтому мы сконцентрировались тем, чтобы донести до жителей нашего города эту информацию о возможности и наличии обязанностей по регистрации такого права уже адресно. То есть мы провели работу и установили каждого, и поэтому в почтовый ящик каждому жителю, у которого право на квартиру не зарегистрировано, появляются соответствующие уведомления. И такие же уведомления будут размещены на гаражных кооперативах. Гаражные кооперативы непосредственно на гаражах, где тоже право не зарегистрировано. Поэтому бояться этих уведомлений не нужно. Это официальные мероприятия, которые проводятся Росреестром и администрацией города. Получив такое уведомление, следует проанализировать свои правоустанавливающие документы на объект недвижимости. Соответственно, с правоустанавливающими документами и с документами, идентифицирующими личность, то есть с паспортом, необходимо обратиться в Росреестр и надлежащим образом оформить правоустанавливающие документы. А вот есть ли какие-то сроки, в которые необходимо оформить эти правоустанавливающие документы? Сроки, естественно, есть. Мало того, есть дорожные карты, которые утверждены и согласованы между правительством Челябинской области и Росреестром. На сегодняшний день такой срок установлен до середины 2025 года. Но надо понимать, что эти действия, они объемны по времени, поэтому поторопиться следует. Кроме того, в этих уведомлениях написано, если в отношении квартиры, что в отношении данной конкретной квартиры право не зарегистрировано, что следует обратиться в Росреестр с правоустанавливающим документом. Соответственно, если возникают какие-то вопросы, указаны адреса органов местного самоправления, то есть это районная администрация, комитета по управлению имуществом, также Росреестр, указаны телефоны, по которым можно позвонить и задать вопросы. И, соответственно, обозначено, что если собственник не предпримет действий по регистрации, право собственности на квартиру или на тот объект, который он считает таковым, действующее законодательство не дает других возможностей для администрации города и Росреестр, кроме как по истечении этого срока зарегистрирует этот объект в качестве безхозяинного. То есть если объект признается безхозяином, человек не сможет его продать? Конечно. То есть если он в течение какого-то периода времени после этого обратится в Росреестр за регистрацией сделки, за отчуждением, не знаю, мены этого объекта недвижимости, естественно, ему сначала нужно будет подтвердить, что действительно этот объект не является безхозяином, а нужно будет первоначально зарегистрировать свое право надлежащим образом. Поэтому мы призываем не подводить к тому, что когда вы уже будете находиться в процессе сделки, предпринимать какие-то дополнительные затраты времени, возможно, вы будете торопиться за регистрацией сделки. Сделайте это сейчас. Это будет проще, это бесплатно. И, собственно говоря, все структуры, которые вам помочь в этом. Спасибо. Это была Елена Верховодова, председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Магнитогорска. На территории городского курорта «Притяжение» активно идет строительство третьей очереди объектов. В частности, продолжается возведение трехэтажного здания арт-квартала. Сегодня выполнен монтаж металлокаркаса строения. Установлены оконные конструкции. На следующей неделе приступят к внутренней отделке помещений. Внутренняя отделка будет выполнена в стиле white box. То есть под арендатора будут выполнены композитные панели, которые потом они могут либо преобразовать, либо окрасить. Дмитрий Суханов отметил, «Притяжение» — это самая большая территория, на которой сотрудникам компании довелось работать. И это самый интересный проект, где они могут реализовывать в том числе свой творческий потенциал. Детская площадка имеет шанс войти в книгу рекордов России в качестве самого большого функционального пространства. Что касается здания арт-квартала, введение его в эксплуатацию намечено на конец мая. Чтобы к официальному открытию, ко дню металлурга, арендаторы успели заехать в помещение и начать работу. С верхнего этажа здания арт-квартала открывается вид на будущий светомузыкальный фонтан. Сейчас ведется строительство основной композиции — это напорный светошумовой дымовой фонтан, который будет один из крупных в России. По обе стороны от каскадного светомузыкального фонтана появятся удобные места для зрителей, оформленные в виде амфитеатра. Чаша фонтана занимает площадь порядка двух гектаров. Грандиозный проект строительства нового объекта стартовал в ноябре. Открытие каскадного света музыкального фонтана также намечено на День металлурга. Это была программа «Деловая неделя». До встречи на телеканале ТВИ.